Слава Господу нашему, что нет ни смерти, ни вины, что наша опора только Он. Мы так сейчас стройно прославили Господа. Благодарность Господу нашему за эту надежду, о которой мы проповедуем, которую мы исповедуем и на которую мы надеемся. Тема нашего сегодняшнего рассуждения, она говорит о рождении надежды. И когда мы говорим о рождении надежды, то, естественно, мы говорим о Христе. Мы говорим о Христе, который родился, и мы говорим о той надежде, которую Он оставил нам, которая не была раньше. Написано, что мы говорим о той вести, которая не была возвещена прежним поколением сыном человеческих. Но она сегодня возвещена нам, потому что Христос принес эту надежду. Христос даровал эту надежду. И мы будем говорить, в чем эта надежда. В чем она проявляется? Вы знаете, когда говорим сегодня о надежде, то цель надежды, которую Бог хочет открыть нам, чтобы мы увидели и прославили Бога. Потому что мы увидим сегодня то благословение, увидим ту славу Божию, которая нам принадлежит, увидим то будущее, которое Бог совершит для каждого из нас. И, естественно, чем больше мы вкушаем вот эту благость Божию к нам, тем больше мы радуемся, благодарим, прославляем Бога за эту надежду, которая была рождена, он рожден, чтобы подарить нам эту надежду. И эта надежда была рождена в Иисусе Христе. Текст, который мы читаем, если вы внимательны были, мы каждый раз обращаемся к одном из посланий апостола Павла. Это пятая глава послания к римлянам. И мы часто в каждой проповеди мы читали стихи с первого по пятый стих. Я хотел бы сегодня, потому что мы говорим о рожденной надежде, о надежде, которая пришла с Иисусом Христом. Я хотел бы, чтобы мы услышали из шестого стиха Слово Господне, которое так нам говорит. Шестой стих, пятой главе послания к римлянам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благотетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, то есть сейчас, будучи оправданным кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся с жизнью Его. И не довольны сего, но хвалимся Богом через Господа нашего и Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Дорогие братья и сестры, когда мы говорим о нашей надежде, то мы говорим о том, о чем возвещали ангелы. О том, что сказали. Это радость, которая будет кому? Всем людям. Но не все ее поняли, не все вкусили, не все могут сегодня сказать об этой радости, но эта радость принадлежит всем людям. И вы знаете еще, что возвесили ангелы? Слава высших Богу и мир на земле. И говорили о том, что Бог проявляет свое благоволение к людям. Бог показывает свою милость к людям. Бог показывает ту истину, которая не была возвещена. Потому что никто никогда не мог видеть Бога. И пророки, посланники, они говорили о той части, которую Бог открыл. Но пришел Единородный Сын Божий, чтобы возвестить нам о Божьем отношении к нам. И первое, на что я хочу обратить внимание, что когда люди... Для чего это Бог хочет возвестить? Что когда люди видят, видят, то мы подобно Симеону. Если вы откроете посла Еваня от Луки, 2 глава из 28 стиха по 32, то увидите такую истину. Маленький Иисус только родился, только родился, 40 дней принеси его в храм. Симеон берет его на руки и говорит, и благословляет имя Господне. Потому что он видит в этом маленьком рождении надежды, о которой мы сегодня говорим. Он видит ту надежду, которую Бог подарил человечеству. И знаете, что он говорит? «Видеть очи мои». Кого видят? Спасение, которое ты уготовил всем людям. Видеть очи мои. Видеть очи мою славу, о которой, будем говорить, славу, которую ты дал для Израиля, славу, которую ты дал людям. Видеть очи мои. И человек Божий сегодня в этом рожденном, рождении надежды, которое дает человеку верующему, дает ему сегодня радость в Господе, дает нам эту надежду, что мы имеем в Иисусе Христе. Когда мы говорим о рождении надежды, прежде всего мы говорим о спасении. Потому что спасение, само слово, не слово, не термин, а само действие спасения, оно не было раньше возвещено. Написано, нет другого имени под небом, через который мог бы человек спастись, кроме одного имени, имени, о котором мы говорим, он родился, имя, о котором он пришел на землю, чтобы умереть, имя, о котором Бог помыслил в своем желании положить его ради нашего спасения. Знаете, когда? Написано, прежде создания мира. Нам трудно это вкладываться. Ну как? Еще нету мира, нет людей, нету никого. Но в Божьем замысле, так как Богу от вечности известны все дела Его, в Божьем замысле Он видел каждого из нас, видел нужду нашу, видел то, что мы нуждаемся в этой надежде, которой Бог оставляет нам, и Он, Иисус Христ, подарил эту надежду нам в Иисусе Христе. И потому, говоря о спасении, я немножко позже буду говорить о том, почему сегодня спасение, о котором вроде все мы верим, но всегда с спасением связаны такие вопросы возникают, я считаю, что они все левые вопросы, возникают, вообще, можно ли потерять спасение? Второе, а вообще, Господи, помоги мне быть спасенным, Господи, я так хочу, чтобы это спасение мне пребывало. Знаете, все эти вопросы возникают от того, что спасение, оно имеет составляющие. Мы не просто верим в спасение, а спасение, оно произошло потому, что Бог совершил три действия. И мы сегодня будем говорить о тех действиях. Первое, Он нас, благодаря Иисусу Христу, Он нас искупил, Он нас оправдал, и Он нас примирил с Собою. И если мы не верим в эти действия Божьи, мы подвергаем сомнению, смущению, какому-то не до конца пониманию того спасения, которое Бог даровал нам в Иисусе Христе. И эта весть пришла через рождение вот этой надежды, которую Бог подарил нам в Иисусе Христе. Я хотел бы, чтобы мы обращались к тому тексту, который мы прочитали, и я читаю восьмой стих этого текста. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы говорим о Божьей любви, мы говорим прежде всего о Божьем, о том, что Бог, Он никогда, не может быть, то Он полюбил, потом разлюбил. У Бога нет ни изменений, ни тени, ни перемены. Бог сказал, и это да и аминь. То есть мы не имеем права, слово право, не знаю, каким заменить, если я не верю в эту любовь, откуда я знаю? То я проявляю какое-то недоверие к тому свидетельству Божьему, который Бог доказал, доказывает, что эту любовь Бог имеет к нам благодаря тому, что Он отдал Сына Своего. И этому говорится о том, что Бог сегодня возлюбил нас. Знаете, Писание говорит так, Священное Божие, Писание учит нас, если Бог за нас, а в этой любви Бог показывает, что Он на нашей стороне, что Бог за нас, то кто против нас? И вот рождение в этой, рождение, через рождение надежды, Бог хочет показать в этой надежде, что Бог на нашей стороне. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, и мы читаем его в всей полноте. Вы знаете, вот полнота, которой мы говорим, полнота, то вот полнота совершилась в той Божьей любви, дабы мы могли уразуметь провосходящее разумение любовь к Божию. И Писание говорит, для чего это разумение нужно? Для чего? Чтобы нам исполниться пониманием всей полноты Божьей. И эта полнота Божья открылась в той надежде, в которой принес нам Иисус Христос. И эту надежду мы будем сегодня рассуждать, эту надежду мы будем утверждать. Бог доказал Свою любовь к нам, что Христос умер за нас, когда мы были еще гречниками. Для чего это нужно было? Для чего нужно было сегодня Иисусу Христу умереть? Для чего? И первое, на что я хочу обратить, когда мы говорим о спасении, оно не могло быть, если мы, и оно не может быть спасением в моей жизни утвержденное, если я не верю в эту истину, что я искуплен. И мы читаем первое послание Петра, первая глава, мы читаем с 18 стиха и дальше. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, то есть наследие мы имели нехорошее, но драгоценную кровь у Христа, как непорожное чисто анса, предназначенное для этого искупления, еще прежде создания мира, но явившиеся в последние времена для вас, зная, что нетленным серебром или золотом мы искуплены, выкуплены». Вы знаете, когда мы говорим о искуплении, это не просто какое-то действие, это действие, которое Бог совершил, потому что мы были далеки от Бога, мы не знали Бога. Благодаря вере в Иисуса Христа как Спасителя и вере в искупительную жертву Иисуса Христа, мы становимся Божьей собственностью. Бог хочет, чтобы мы сегодня, если я верю в искупление, чтобы я мыслил о себе, что я сегодня уже не свой, я не принадлежу себе, и эту надежду Бог открыл нам в Иисусе Христе, а я Божий человек, вы Божьи люди, вы народ святой, вы Божьи люди, потому что эту надежду Бог подарил нам в Иисусе Христе. И потому мы читаем, утверждая вот эту истину, читаем первое послание Коринфянам, шестая глава, и опять же апостол обращается к нам, как бы, знаем ли мы, понимаем ли мы, уверены ли мы в той истине, которой мы сейчас рассуждаем, что мы искуплены жертвы Иисуса Христа, Он родился и умер для того, чтобы нас искупить. Мы читаем шестая глава, первая Коринфянам, девятнадцатый и двадцатый сик. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущий у вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Не знаете ли, вы знаете, до этого я думаю, что если мы были, если мы приходим на служение в Дом Молитвы, мы говорили о Духе Святом, говорили почти два месяца. Мы говорили о том, что действительно, что-то Бог, для чего нам дал Дух? Потому что только Дух Божий дает нам духовное разумение. Только Дух Божий способен открыть мне, понять, а то, что Бог дал. Человек своим разумом понять не может. Знаете, Христос, когда был среди учеников, а еще они Духа Святого не имели Писания говорить, он им стал говорить о духовных истинах, о которых мы сейчас пытаемся рассуждать, об искуплении, о том, что он должен умереть, о том, что это цель Божия, что он пришел умереть за грешников, для того, чтобы спасти их, для того, чтобы искупить. Петр слушает и говорит, Господи, ну, будь милостив к себе, о чем ты говоришь, Господи? Зачем тебе такие страдания? Зачем такое унижение, уничижение? Зачем? И вы знаете, и там я опускаю эти слова, отойдите мне сатана, потому что действительно сатана появится мыслью Петра. Я хочу обратить внимание, как Господь вразумляет Петра. Ты думаешь так, потому что ты мыслишь не по Божьей, а по-человечески. Братья и сестры, когда мы говорим сегодня я искуплен, я омыт, то это мысли, которые Бог дает Духом Святым каждому из нас. И мы сегодня верим в эту надежду и верим в то благословение, которое Бог подарил нам, что мы, теперь мы собственность Божия, мы принадлежим Господу. Следующий стих из пятой главы послания Крымля, мы читаем девятый стих. Опять же, мы говорим о спасении, о спасении, которое оно состоит или оно имеет такие части, без которых не могло быть спасения. И девятый стих говорит, посему, тем более ныне, то есть сейчас, будучи оправданной кровью Его, спасаемся им от гнева. Я хотел бы обратить внимание, будучи оправданной кровью Его. Вы знаете, когда мы говорим об оправдании, мне кажется, что одно дело декларировать, другое дело веровать. Я думаю, что декларировать можно научить любого человека. Декларировать, как написано. А веровать, это часть моего отношения к этому слову. Я говорю, Господь, если Ты сказал, то это да и аминь. Если Ты сказал, это непоколебимо. Если Ты сказал, что Ты послал Сына Своего для того, чтобы оправдать грешника, то это не может быть не так. Оно да и аминь. И когда человек верующий так, а это рассуждать о оправдании об искуплении мой только человек верующий, неверующий не может быть. Та рожденная надежда, которая была в Иисусе Христе, ее не до конца понимают все те, кто празднует сегодня Рождество, а понимают только те, которые вкусили благость Божию, а не уверовали то, что Иисус Христос является нашим Спасителем. И потому мы сегодня говорим о нашем спасении. И потому для того, чтобы нам понять оправдание Божие, потому говоря об оправдании Божьем, мы говорим о двух сторонах. С одной стороны, смотрите, я больше ударение делаю на Божье, но если я не верю в это Божие, или кто-то не верит, то это слово не принесет мне пользы. Это слово не может быть частью моей основания, моей твердого положения. это слово бесполезно. И потому, смотрите, когда мы говорим о оправдании, времени у нас не хватает, чтобы читать весь контекст. Это четвертая глава послания к Риму с первого по восьмой стих. Там приводятся аргументы, что оправдание и вера в это, это то, что мы сделали, а мы верим в действия Божьи. Я читаю только пятый стих. Римлян, четвертая глава, пятый стих. А не делающему, но верующего в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его меняется в праведность. Когда мы говорим сегодня об оправдании, то оно связано сегодня с искупленным. Если я искуплен, а я верю, что Христос умер и воскрес для того, чтобы умереть для нашего оправдания, то это оправдание при жизни не. И апостол говорит, здесь не вопрос того, что я делаю. Здесь вопрос веры. Но я хотел бы, чтобы вы не торопились, потому что мы сегодня, я хочу сегодня показать в этом слове вот эту проблему. Проблема то, что нам все даровано в этой надежде. Мы все имеем. Всем Бог благословил. И до конца эта надежда не радует сердца. Мы будем говорить, почему так происходит? Почему так происходит? Я хотел обратить внимание на то, что мы сегодня в стихе Писания, а не делающим. Когда человек оправдает, что мне сделать, чтобы оправдание? Нет! Не в моих этих делах, не в ваших этих делах, а в вере в то, что Бог сделал. То, что Бог совершил в Иисусе Христе, потому что эта надежда нам дана, чтобы мы с ним уповали на это. И сегодня не делающий, а верующий в Того, кто оправдывает нечесть его. Вера моя, вера ваша, делает вас праведными пред Богом. Потому что оправдание – это действие Божие. Моя вера, ваша вера в это действие, меня представляет пред Богом праведным и вас представляет праведным. Вот это, врожденные в этой надежде, мы имеем это живое упование, которое дает нам жизнь, дает нам уверенность. Не в себе. Нет. А в Боге нашим. Что тот, кто начал в каждом из нас свое дело, через искупление, через оправдание, через примирение, о котором он будет дальше говорить, что он начал и он будет совершать. Это его начало. Это его дело в каждом из нас. И потому мы имеем эту надежду в Боге. Следующее, на что я хотел обратить внимание, смотрите, когда мы говорим о надежде, то мы говорим о даре Божьем. И без комментариев. Я прочитаю только текст, который он это возвещает. Римлян 3 глава 24 по 26 стих. Я хотел, чтобы мы увидели, вот через нашу веру, чтобы мы увидели, что он является праведным, оправдывающим, верующим в Иисуса Христа. Но истина от этого действия Божьего начинается 24 стиха. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, который Бог предложил жертву умилостивления, вот то, что мы говорим, благоволение Божие, Бог подарил людям, в крови Его через веру нашу, для показания Его правды, прощения грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показаниям правды Его в настоящее время, в то, что мы верим. Да явится Он, наш Господь, праведный и оправдывающий, верующий в Иисуса Христа. И да благослови нас Господь сегодня в нас в этой вере». Следующее, что я хотел бы, чтобы мы увидели, что мы примирены. Мы опять же возвращаемся к Риммана, 5 глава, и читаем 9 и 10 стих. «Посему, тем более ныне, будучи оправданной кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся с жизнью Его. И не довольны сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». И вы знаете, когда мы говорим сегодня о примирении, то Бог говорит о том, что мы стоим в благодати и хвалимся надеждой славы Божьей, которую уже брат читал, надеждой славы Божьей, которую Бог подарил нам в Иисусе Христе. Мы получили примирение. Слово примирение, то есть от этого слова корень мир, корень мир. Мы, веря в действия благодати, мы имеем мир с Богом. И теперь мы хвалимся. То есть мы не хвалимся ни собой, а мы прославляем, мы возвеличим Господа за то, что рождением Иисуса Христа Бог облагодатствовал нас в Иисусе Христе вот этим духовным действием, дарованиям духовным. Он нас возлюбил, в свою любовь Он показал, что Он нас искупил, Он нас оправдал, Он нас примирил с Собою. И Бог хочет, чтобы мы видели это действие и говорили сегодня с позиции, что вот те преграды, которые были между нами и Богом, для того явился Сын Божий, чтобы разрушить их. Их нету. Если мы не верим в это разрушение, и первое мысль, на которое я хочу обратить внимание, если мы не верим в то, что мы в Божьей любви, мы искуплены, если мы не верим в то, что мы оправданы, мы примиренные, то мы начинаем созидать то, что уже разрушено. Бог вот эти преграды между мной и вами разрушил. Своим рождением Христос, Бог во Христе подарил вот это примирение. И если... А мы верим Словам Божьим, и эти Слова Божьи мы читаем. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 18 стиха. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не уменяя людям преступлений их и дал нам Слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова. «Просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он, то есть Отец Небесный, сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем, в Иисусе, сделалися праведными пред Богом». Я хотел бы обратить внимание на те слова, которые мы прочитали. Бог примирил нас с Собою, и теперь мы возвещаем. Теперь мы говорим о чем-то. О чем мы говорим? Вы знаете, я не знаю, как вы будете праздновать Рождество Христово, но я знаю, когда мы собираемся, о чем мы говорим? И Писание говорит, не забудьте о пище той, которая пребывает сегодня у нас на столах. Мы сильно заботимся, правильно? И это нельзя сказать. Но если мы заботимся только о пище тлены, но не заботим о пище, о том, что не ведет нас в жизнь вечную, о том, что нам дано в этой надежде, то вы знаете, что-то получается неразумно. Но Писание говорит, что вы не были как младенцы, как дети, поступали неразумно. Никто не говорит, что мы приходим и на столах пусто. Нет, на столах, слава Богу, пусто не бывает. Но Бог говорит, что когда вы, в чем мысли наши, о чем мы заботимся, о чем мы рассуждаем, о чем мы думаем, мы сегодня говорим о вещах нетленных, о вещах, которые вы не видели, я не видел, о вещах, которые сегодня, потому что вера есть, уверенность в невидимом. Но это невидим не строится на моем и вашем внутреннем понимании, что ли. Оно строится на словах Божьих. Я верю, что то Слово Божие, вы верите в то Слово Божие, которое Бог сказал, это да и аминь. И потому, когда мы говорим сегодня о примирении, мы получали мир с Богом, теперь мы хвалимся вот этой надеждой славы Божьей в Иисусе Христе. И, а та мысль, на которую я хотел сегодня противить, почему сегодня люди Бог даровал? Люди расстроены. Или не бывает у нас расстройства? Или не бывает у нас какие-то сомнения? Или не бывает у нас какие-то минуты отчаяния? Или не бывает у нас какие-то минуты, которые нам кажется, Господи, почему такая несправедливость? Отчего мы так ранимы становимся? Отчего? Вы знаете, когда мы говорим о вещах, о том, что Бог возлюбил, о том, что Бог искупил, о том, что Бог оправдал, примирил, мы говорим о всеоружии Божьем. О всеоружием Божьем, которое Бог хочет, чтобы я и вы облеклись. Потому Бог в этой надежде подарил нам это оружие. А для чего это всеоружие Божьем? Для чего? Там, знаете, как написано? Придет, мы больше молимся, чтобы не были злые дни. Господи, не допусти это. Господи, да не будет это со мной. Господи, мы молимся о злых днях. А Бог хочет, чтобы мы сегодня больше увидели всеоружие Божие, зная, чтобы не злые. А если они придумают жизнью? Вы их не планируете. Они приходят неожиданно. И мы теряемся. Знаете, почему? Потому что, когда я облекся в то всеоружие Божие, которое Бог дал, то в этот день злой. Я могу все противостать, перейти через все, противостать. И все преодолевшее, что описание говорит? Устоять. И если мы сегодня эту надежду, мы просто теоретически знаем. Вы знаете, когда дети мои ходили в воскресную, в школу, описание говорит, что мы не были по уму, как дети. Они знали так истории, и библейские истории так хорошо знали, они могли рассказать такие детали, которые я уже забываю. Они могут рассказать детали. Но когда я говорю о том, а почему так Давид поступил? А почему у Саула такое было несчастье в жизни? Почему? Или самсона. Самсона. Почему? Вы знаете, вот эту духовную созидающую, которая давала силы Давиду поступать по правде Божией, которая давала Самсону проявлять великие дела. Вот эту духовную составляющую дети не видят, а видят историю. Мы сегодня празднуем не историю, братья и сестры. Мы сегодня празднуем ту надежду, которую Бог подарил нам в Иисусе Христе. И Писание говорит, что мы вкушали, принимали эту надежду. И если кто будет кушать, он будет иметь жизнь. Христос, едущий меня, будет жить мною. Я пришел, чтобы вы вкушали меня, потому что я пришел, чтобы спаси вас от того гнева, который лежит на всем человечестве. Я послал меня, чтобы освободить вас. И потому надежда, которую мы сегодня имеем, мы говорим не о себе. Если вы откроете второе послание Коринфяна, я просто процитирую, четвертая глава с 5 по 7 стих, то апостол говорит, мы не себя проповедуем. Нет, братья, мы не себя. Мы говорим о том, что Бог просветил нас сегодня сиянием славы Божьей. Что Бог любит нас. Если не пришел Христос, мы не знали. Если кто не пришел, он дал надежду, мы знаем, что мы искуплены. Если кто не пришел, мы не понимали бы наше примирение с Богом, оправдание наше. Но Бог просветил нас сиянием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Писание говорит, для чего мы просвещены? Для чего? Чтобы это сокровище, это не наше, это Божье. Мы носили в глиняных сосудах. И мы говорили сегодня, вот мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог. Знаете, мне кажется, в нашем благовесии, или в том, что мы совершаем, есть слабое место. Мы говорим о церкви, мы говорим о людях, мы говорим о многих вещах, и они, может быть, они правильные, но они не дают жизни. Жизнь идет Божия. Я пришел к Христу, чтобы вы во мне имели жизнь, и жизнь в избытке. И эту жизнь дает нам вот эта надежда, которую Бог подарил нам в Иисусе Христе. И потому мы сегодня посланники от имени Христова. О чем мы говорим? О чем мы будем вражесищество? Поздравили, хорошо. Если вы поздравили человека, анноговорящего, нам трудно, может, кому-то легко объясниться. Но если вы сказали человеку верующему, или человеку неверующему, который вас понимает, расскажите о той надежде. Расскажите о том, почему люди несчастны. Почему сегодня человечество такое неудовлетворенное. Я утром говорил, что мы сегодня сплошь и рядом встречаемся с людьми разбитыми. Разбитыми людьми, потому что они видят ситуацию в жизни. Но они не видят сегодня, не видят сегодня той надежды, которую Бог дал. Когда я пребываю, и вы пребываете в надежде, вы получаете от этой надежде, потому что вы говорите сегодня о могуществе Божьем. Вы получаете от этой надежде способность не иметь такую реакцию на несовершенство этого мира, в котором вы живете. Если вас сегодня достает несовершенство, в котором вы живете, то проблема ваша, моя проблема, в том, что я не утешен той надеждой, которую Бог подарил нам в Иисусе Христе. Да блазли нас Господь в этом. Потому что мы празднуем, будем праздновать Рождество. И в Рождестве мы будем говорить о той надежде, о том благословении, которое Бог даровал. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. И Бог хочет, чтобы эта радость принадлежала нам, что мы были сегодня, как Христос сказал, блаженными. Потому что мы слышим и видим, а что Бог подарил нам в этой надежде. Слава нашему Богу за это. Аминь. Давайте помолимся. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем сегодня быть в числе народа Твоего, которые вкусили, как Ты благ. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня напоминанием, словом Твоим обновляешь каждого из нас в уповании на то, чем Ты облагодатствовал нас в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что живя в этом несовершенном мире, Ты, Господь, являешься действительно, как было сегодня сказано в 90-м псалме, являешься тем, которых Ты хранишь, которых ведешь, потому что мы уповаем на Тебя. Благослови нас, Господь, сегодня в уповании на ту надежду, которую Ты подарил нам в Иисусе Христе, что мы сегодня увидели, что мы с Тобой примирены, мы имеем мир, мы вкусили благодать Твою, которую Ты явил в Иисусе Христе, и чтобы мы были счастливы Тебе, чтобы это Рождество было не просто очередным, но Рождеством понимания того благословения, которое мы имеем в Тебе, наш любящий Господь и Спаситель, и Иисус Христос. Слава Тебе за это. Аминь. Слава Тебе за это. Слава Тебе за это. Продолжение следует...